За этот год к системе централизованного теплоснабжения подключили объекты 10 котельных. Здания заводские, ведомственные, муниципальные стали получать тепло от ТЭЦ. Сибирская генерирующая компания потратила на эти цели 236 миллионов рублей. Для чего нужно переподключать котельные в сюжете Марии Черешневой. Непривычная тишина здесь царит уже больше двух недель, с тех пор, как в конце ноября котельную переподключили. Но это не значит, что объект забыт или брошен, в котлах до сих пор есть вода. То же самое и в щитовой. Станция не работает, но все системы в полной готовности. Эта котельная в течение 30 лет обеспечивала теплом внушительную часть Калининского района, в том числе родники и снегири. Она стала одной из 10 котельных, потребителей которых в этом году подключили к центральной системе теплоснабжения. Сейчас котельная находится в горячем резерве, готова к развороту в случае необходимости в течение 6-8 часов. Необходимости могут быть разные. Это всякие нештатные ситуации на теплосетях или на источниках. Поэтому мы готовы всегда включиться в работу. Пока все идет в штатном режиме, включаться в работу ей не нужно. С объемами теплоснабжения, которые эта котельная выполняла прежде, теперь справляется ТЭЦ-4. Не просто справляется. Дополнительная нагрузка даже неощутима. Именно в этом суть оптимизации. В современном городе должно быть как можно меньше дымящих труб. Это более экономичный производственный процесс. На ТЭЦ производится комбинированная выработка электроэнергии и тепловой энергии. На котельных производится только тепло, для чего тратится больше ресурсов. Работа затратная на 10 замещенных котельных в этом году сибирская генерирующая компания потратила 236 миллионов рублей. На потребителях это никак не скажется. Тарифообразование не предполагает включение понесенных затрат в неутвержденные инвестиционные программы. Инвестиционные программы в этом году выполняются только в тех объемах, которые были утверждены в году прошлом. А это только техприз. Присоединение новых потребителей за их деньги. Я имею в виду застройщика. Еще один плюс – меньше вредных выбросов. Речь идет о десятках тонн. В следующем году желание перевести отопление на мощности ТЭЦ созвучили собственники еще 11 локальных теплоисточников. Мария Черешнева, Алексей Баженов. Новости ОТС.